У меня такое наивное представление, мне так кажется, что эти вопросы должны уходить в мир и звучать. Они должны уходить в него. Есть просто количество ненависти, зла. Есть такое понятие эмоций. Количество зла и ненависти в мире, его и так-то обычно много, а сейчас его просто не меряем. Добрый день всем нам здесь в Америке. Добрый вечер Израилю. У нас несколько гостей в Израиле, и главный гость – это Дима Брикман. Познакомилась я с Димой Брикманом в декабре месяце, случайно напав на его ютубы. Оторваться было невозможно совершенно. Первый же день, когда я притемлилась в Израиле, Дима согласился на встречу на тёмной парковке на пляже в Тель-Абиве. Я понятия не имела, где что, но я там ждала Диму. И абсолютно не жалею. Дима – это тот человек, которого знают все, кто держит мир и культуру в руках, так как мы её понимаем. Потому что общий знаменатель у всех людей, которых Дима интервьюирует – это русский язык и желание сделать что-то хорошее. Каким-то образом, когда общаешься с Димой виртуально даже, потому что у нас другой возможности нет, у большинства из нас, то Дима излучает так много позитива, и при этом этот позитив креативный, потому что все его гости – креативные люди, что невозможно уйти от экрана в плохом настроении. Поэтому я вам всем советую после сегодняшнего дня. Начинайте приплясывать и притопывать. И представлять себе, что вы на интервью с Димой Брикманом задавайте эти детские и недетские вопросы. Это Димина трейдмарк. Дима – это очень положительный и полезный для души человек. Дима, я передаю тебе слово. Ты знаешь, я сидел и думал, как же мне реагировать? А то у меня что-то дело, когда про тебя там со стороны это говорят. А тут тебе таких слов-то говорили. Я через экран говорю. – Понимаешь, хорошо устроил. То есть каких-то авансов надавали, а нам предстоит на самом деле сегодня интересное занятие. Друзья мои, прежде чем мы начнем, я начну что-то бля-бля-бля и говорить, что-то радостное. Мне очень приятно вас видеть. Такие вот хорошие лица, как-то так много квадратиков, такие все хорошие. Скажите, пожалуйста, только поднимите руку, чтобы я хоть понимал. Кто-нибудь видел передачу «Детский и недетский вопрос»? – Раз, два, три. – Раз, два, три. – Это четыре человека. – Замечательно. Тогда оставшимся пятидесяти я сейчас чуть-чуть расскажу. Значит, наша история следующая. Ну, я немножко про себя тоже надо что-то сказать. Я в Израиле с 91-го года, я человек без рода, без племени, родился в Советском Союзе, в городе Ленинграде, на проспекте Карла Маркса. Нет Советского Союза, нет города Ленинграда, нет проспекта Карла Маркса. В 91-е годы я живу в Израиле, никуда не уезжал, живу безвызно, со всеми радостями и нерадостями, которые здесь у нас происходят. Вот. Ну, очень много разных вещей как-то мне удается по жизни делать, чему я безмерно просто рад. Но сегодня мы поговорим про одну историю, которая называется «Детский-недетский вопрос». В 2006 году, 18 лет назад, возраст совершеннолетия, в Израиле была очередная война. Вы знаете, у нас войны – это такое состояние, скорее, отсутствие войны, это, так сказать, несколько удивляет. Была Либанская война, и все очень нервничали тогда, впервые там ракеты должны были долетать до Тель-Авива, и там все нервничали, почему-то заклеивали полиэтиленом окна. Была такая команда. А мой сын, тогда 8-летний Миша, ему тогда было 8 лет, глядя на все это, снизу вверх задал мне вопрос «Папа, зачем люди воюют?». И я начал было объяснять, что евреи с арабами, арабы с евреями, а потом понял, что мой ответ даже близко не приближается к глубине вопроса. И тогда я стал собирать эти детские вопросы, и с этими вопросами появилась возможность интервьюировать людей. Сначала это было на радио, мы это долго делали, если, может быть, кто-то знает, какая женщина Леора Ганн. Мы вместе сидели на радиостанции РЭКа и по ночам общались с людьми. Потом это утекло в интернет, где это благополучно и живет. В чем суть передачи? В чем суть разговора? Я задаю взрослым людям вопросы детей. У меня нет ни одного придуманного мной вопроса. Я постоянно спрашиваю, кто этому ведущему, в ютубе разные люди пишут, кто этому ведущему придумывает эти вопросы. Вопросы придумать невозможно. Было много попыток их таких сделать, это всегда видно. Я готов про них тоже поговорить. Но так или иначе, каждому гостю, который приходит, предыдущий гость у нас был, если мы сейчас посмотрим назад, три гостя назад. Это был Борис Гребенщиков, потом это был Дима Зицер, а сейчас это замечательный человек Андрей Орлов-Орлуша. Буквально полчаса назад опубликовали передачу с ним. Ну, а начнем мы, дорогие друзья, с того, что я вам покажу один фильм. Фильм короткий, 15 минут. И там будет очень много людей, которые, кого-то знаете, кого-то не знаете, которые отвечают на эти вопросы. Фильм сделал мой друг из Питера, Александр Гутницкий, блестяще смонтированным человеком. Чайков зовут Константин Гаеха. Мы посмотрим его, а потом я вас предупреждаю сразу. Если вы размечтали, что вы так будете сидеть и смотреть на меня в квадратике, то вам этого, скорее всего, сделать не получится. Потому что потом я вам предложу очень интересную историю. Я предложу вам стать на 1-2 вопроса героем передачи «Детский и недетский вопрос». У меня вот сейчас перед носом, вот если кто-то видел студию когда-нибудь, когда я по Zoom записываю, это вот точно так же происходит. У меня тут компьютер, список вопросов. Но это будет чуть-чуть позже. А сначала мы с вами посмотрим это кино. Поехали, Валерия? Поехали. Мы готовы. Поехали. Продолжение следует. А я попросил, скажи мне, ты задай мне вопрос, на который я не смогу ответить. Такой вопрос, который меня поставит в тупик. Она спросила, сколько мне лет. Я ей сказал, сколько мне лет. И она сформулировала вот так вот японский вопрос. Она спросила. Ответь одним словом, о чем ты думаешь всю свою жизнь. Но только одним словом. Одним словом? Одним словом. Одним словом. Почему я думала? Одним словом. Одним словом. Одним. Одним словом. Одним словом. Можно ли? Одним словом. Я могу, но это не... Если у вас разрешены матерные слова. На самом деле, нехорошие вопросы у вашей девочки. Что ты? Одним словом, одним словом. Одним. Ну, это сложно. Очень тяжело. Нет, не могу. Это невозможно. Это невозможно. В японской культуре, наверное, возможно. У них есть иероглифы. Нет, одни условные нет. Нет одной такой вещи, о которой ты всегда бы думал. Есть несколько вещей, тогда ты уже себя помнишь. Потому что там, когда ты думаешь в 5 лет, в 10 лет, в 15. Я прожил уже несколько жизней. И в каждой из этих жизней у меня был какой-то свой основной интерес. Одним словом. Я все время три. Ну, хорошо. Разве могу сказать слова? Вот каждый раз по одному слову. Могу сказать слово «жизнь», могу сказать слово «человек», могу сказать слово «я». Каждый раз по-разному. То «ослик», то «велосипед», то «победа». А сейчас тепло. Человеческое. Тремя, тремя, могу. Ну, давай. Как бы быть счастливым? Как бы быть счастливым? 2017 год, Виктор Шандерович. Как бы быть счастливым? Ну, как говоришь, что ж такое-то, а? Господа, через 6 месяцев мне стукнет 100 лет. Вообще, я отличаюсь от многих людей тем, что я жизнерадостный. Я встаю с песенкой. Иногда это, когда хорошее настроение, это караван. Караван? Элингтоновский? Одним словом только. Вот сейчас одним. А живопись обезбразивает, может быть, как не банально. Одно слово? О чем я думаю? Одно слово. Археология. Археология. Истина. Не ложь. Я бы сказала так. Не ложь. Секс? Почему? Почему? Сразу вспоминается анекдот про солдата. Говорит, а баба? А почему? А я всегда. Ну, вообще, наверное, последние лет 40, ну, так, я думаю о любви. О любви. О любви. Любви. О любви. О любви. О чем ты думаешь? Последнюю всю твою жизнь. Что такое любовь? Любовь – это крик души, которого никто не слышит. О чем вы думаете? Одним словом. Можете сказать? О спокойствии. А вот есть, знаешь, такое слово «благость». Вот это вот «благость». Воля. Упорство. Воля. Вы знаете, думаю это или не думаю? Я стараюсь не думать. Потому что мысли – это то, что постоянно занимает тебя и тащит. И ты не замечаешь мир, не замечаешь жизнь. И, Господи, как трудно научиться не думать. Урок недумания дается мне очень трудно. Могу честно сказать, что мои попытки думать не приводят ни к какому убедительному результату. Я воспринимаю, я не думаю. То есть вы бы не ответили бы девочке? Слово «нет». Справедливость. Хорошо. Всю свою жизнь я могу думать о себе. О себе. О себе. О себе. О себе. О других. О себе. Потому что ответы, не знаю, о жизни, о смерти, о любви, о работе, о детях и так далее, это все равно мысли исключительно о себе. Ты можешь сколько угодно быть человеком, думающим о других, и о других тоже это делает тебе честь. Но, конечно же, всю жизнь ты думаешь о себе. Конечно, человек думает о себе, это естественно. А почему? А потому что он, уже мы об этом говорили, он главнее всех на Земле. Переход от «мы» к «я» – это, собственно, главное достижение человечества, по сути. Я, я, я. Я. Кто я? Зачем я? Почему я дышу? Вот это вот вопрос, который, наверное, один из самых-самых моих ранних вопросов. И почему вот слова «дышать» и «душа», они как-то связаны между собой. Вот с чем, с чем живу, с тем, тем и дышу. Или наоборот. О совершенстве. О предназначении. Счастье. Не бояться. Одним. Из-за двумя. Ну, хорошо, двумя. О жизни и смерти. О смерти. К сожалению, я думаю о смерти. О смерти. О смерти. О смерти. Да. Это вот, если честно. Почему? Почему о смерти? Потому что я боюсь. Страх смерти, родившийся в очень раннем возрасте, не покидает… Я думаю, что нету дня, когда бы я быть виноват. Это вот, это тот самый экзистенциальный страх, о котором мы там читаем в умных книжках. Потому что это единственная вещь, которую ты не можешь избежать. Человек боится всегда чего-то, с чем он никогда не имел дела. Это у него естественный страх. Никто из нас не имел дела с этой штукой. Да, я боюсь. Прежде всего, боюсь неизвестного. Того, что может быть по другой стороне. Я вообще не очень боюсь смерти. Я боюсь болеть. Я не боюсь смерти. Меня пугают люди, которые не боятся смерти. Ничего боятся смерти, раз она неизбежна. Да, я как раз боюсь вещей, которые неизбежны. Нет, не боюсь, потому что… Наверное, потому что мы толком и не знаем, что будет происходить. Наверное, потому что… Видела ее много раз. Я радуюсь в жизни. Никто ничего из себя не представляет. То есть, когда нас нет, то и смерти тоже нет. Мне обещали, что там со смертью не все кончается. Но доказательства для этого нет. Я хочу помереть и сделаться ангелом, и летать. В чем вообще вот правда? Главная правда. Вот того, что происходит вокруг нас. Я вам отвечу в том, что мы все умрем. Исключительно главная тема о смерти. Она меня жутко интригует, занимает, не пугает, а представляется чрезвычайно важным событием. Не думать о смерти глупо, не думать о смерти несерьезно. И да, это главная мысль. Я с детства думаю о двух вещах. О том, как понять, что Вселенная бесконечна, а жизнь конечна в бесконечной Вселенной. И пока я еще смерть не настала, мне хочется об этом подумать и какие-то, может быть, для себя ответы найти. Пока не нашла. Ни один ответ меня не удовлетворил. Юс, вы можете ответить одним словом, о чем вы думаете последние 99,5 лет? О жизни, о жизни. Я встаю с песней. Огромная прелесть, что тебе отпущено какое-то время. Оно отпущено тебе, и никто не знает сколько. И надо очень торопиться жить. Я беспрерывно думаю о создании чего-то. Я еще не знаю чего. Я хочу что-то сыграть. Я хочу что-то узнать из неузнанного. Нет желания напиться. Понимание конечности жизни. Есть желание успеть и жить каждым днем. Чтобы даром мне не прошло время, чтобы не проспать все. Я хочу разродиться. Я хочу разродиться тем, что во мне накопилось. Я же не могу больше с этим жить. Что в чем-то участвовать. Что-то знать все время. Чем-то интересоваться. Чему-то научить. Я люблю все. Я люблю все. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, я был очень рад, что я слышал, просто вот там кто-то микрофон и не выключал, и кто-то отвечал на эти вопросы, и это очень здорово, и это, наверное, самое важное в этой передаче. Не то, что вам скажут кто-то, а то, что вот вы подумаете про себя. Я вам пару слов должен рассказать про одного из героев этой истории, этого фильма. Собственно, на него нанизывался вот... Этих таких фильмов есть несколько, их там 8 или 9 фильмов разных есть. Саша успел сделать на сегодняшний момент, но вот герой этой передачи, герой этого фильма, как вы поняли, это Юс Герштейн. Многим из вас знакома его недавно, к сожалению, ушедшая дочь, Лариса Герштейн. Она... Мы очень были дружны, близки, и мы очень много с ней общались. Но началась очень такая очень интересная была история, как мы с ним познакомились. Там началось с того, что... Как-то мы познакомились с Ларисой после смерти Войновича. Она просто... У нас была последняя передача... Последнее интервью Войновича, это было интервью в детских и недельских вопросах. И потом мы познакомились с Ларисой, и Лариса приехала к нам на передачу, мы ее записали. Она просто дружна была, она как-то, ну, так свела судьбу. Знаете, цепочки. Ты же никогда не знаешь, как цепочка пойдет. Мы записали передачу, а у меня такая студия маленькая, вот сейчас вот здесь мы дома сидим, и она мне говорит... А у нее низкий голос. Скажите, а кто Ларису знает? Я слышал... А, да, ну, многие слышали, да. У нее был такой низкий голос, она говорит, Дима, вам надо поговорить с моим папанькой. Я говорю, а кто у нас папанька? Она говорит, Юс. Я говорю, ну, не знаю. Я говорю, ну, хорошо, давайте привозить папаньку. Она говорит, он не доедет, ему 99 лет. Я говорю, ну, хорошо, ну, давайте как-то. Я же сказал, да, а у меня такая аппаратура, она не очень такая выездная. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Он в Иерусалиме живет. Я говорю, о, а мы в Тель-Авиве. И вот мы в Шаббат, жара, набили нашу машину всеми вот этими фонариками с камерами и поехали в Иерусалим. Приезжаем в Иерусалим, и я честно скажу, это, наверное, один из самых сильных кадров, которые я видел. Ну, которых вот таких, не кадров, а даже того события, которые происходили перед съемкой. Я прихожу, сидит, значит, человек, у него на экране, Юс очень невысокого роста был, у него на экране, значит, помещаются две буквы по высоте, то есть вот такой вот ворд. Он на это все дело смотрит через огромную лупу и печатает клавиатуре. Я спрошу Юса, что вы делаете? Он говорит, я пишу либретто Коппере. Вот так мы с ним познакомились. Это был потрясающий совершенно человек. И вот на эту его фразу, я думаю о жизни, конечно, сложилось все это. Собственно, из-за него и сложился фактически этот фильм. Вот. А теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к интересной части нашего встречи. Причем, я перейдем. У вас какие-то вопросы ко мне есть? Кого-нибудь? Вопросов миллион у меня. А, ну... Но я там не ворочу и свою программу. Поэтому веди программу так, как ты считаешь нужной. Не, Ваба, ну... А кроме тебя еще есть какой-нибудь вопрос ко мне? Даже не начинай. У всех вопросы. Гриша, пожалуйста. Спасибо большое. Я хотел узнать, в этом фильме предполагалось видеть, что иметь кроме глаз? Или только звук? Очень интересный вопрос, который вы спросили. У меня... Я еще фотографирую. Я просто сначала задумался. Потому что я еще фотографирую. У меня есть огромная серия, называется «Глаза». «Глаза Америки», «Глаза Японии», «Глаза Израиля», «Глаза Армении». То есть я всегда постараюсь фотографировать портреты людей. Поэтому я просто не понял, что произошел какой-то технологический сбой. Нет, там, конечно, есть. И вы можете посмотреть. И потом можно прислать будет ссылку. Эти фильмы все лежат на YouTube. Их можно посмотреть. Я вам пришлю просто ссылку на плейлист. Там все фильмы лежат. Можете их смотреть. Они коротенькие. Почему в центре главный образ – это японский вопрос, на который ни один европейский человек ответить не может? Потому что речь идет о времени жизни. А время жизни европейского человека дискретно. И поэтому в целом он, в принципе, не может мыслить об одном и том же всю жизнь. А вот для восточного человека время едино. Но, кстати говоря, я бы смог ответить на этот вопрос абсолютно моментально и однозначно. И меня очень удивило, почему никто этого ответа не дал. Мы все советские люди. Однозначно. Давайте. Слушаем. И всю свою жизнь я думал и мечтал только о свободе. Прекрасно. Это замечательный ответ. Арина Брайловская – это не ваша родственница, нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Но Брайловских много. Брайловских много. Спасибо за этот ответ. Во-первых, ответы дают многие разные. В том числе и я давал, потому что мне этот вопрос был… Она задала… Это было очень интересно. Я оказался в Японии. Она мне, значит… Ну, то, что я говорю, мне было 52 года. Я говорю, «Скажи, задай мне вопрос. У меня дети уже к тому моменту как бы выросли, поэтому вопрос надо собирать». Она мне задала этот вопрос. Я ей тоже сразу ответил. У меня тоже было ответственно. По-разному люди отвечают, но вот что-то вошло в этот фильм, что-то не вошло. Фильм, кстати, уже достаточно. Ему до 20-го года, ему уже 4 года. После этого еще много людей на этот вопрос отвечали. Еще вопрос ко мне, прежде чем мы нырнем дальше. Марина Хазанова, вы готовы? Когда я немножко узнала английский, я была поражена тем, что цель в американской конституции – «Persue of happiness». И я так на этот вопрос для себя всегда спорила со студентами. Я не знаю, как можно стремиться к счастью, потому что счастье – это совершенно другая категория. Законодательно эту категорию включить мне было непонятно. Что вы насчет, Дима, счастья скажете? Я скажу, а после этого я получу огромное количество вопросов. И непоняток. Счастье – это индикатор. И знаете, что я позволю себе ответить на этот вопрос, но потом все равно перейдем уже к вам, потому что не очень правильно, что я буду отвечать. «Счастье» – это магазины заполненные израильские, израильские ваши, везде заполненные во всем мире этими чудовищными книжками. Как стать счастливым, как обрести счастье, как там, я не знаю, счастье в семейной жизни, счастье родительское. Ну, вот бесконечно. Позойдусь в полки немеряны. Мне кажется, что это все-таки предназначены эти книжки исключительно для того, чтобы как-то осчастливить финансово людей, которые их пишут, но не более того, потому что это совершенно невозможная история. Счастье – это не цель, на мой взгляд. Счастье – это индикатор. Индикатор очень простой. Если вы живете свою жизнь, если вы реализуете свои таланты, если вы идете своей дорогой, если вы идете со своим человеком по этой дороге, если вы идете со своими друзьями, если вы идете по своей работе, вы будете счастливы. Если вы живете не свою жизнь, сколько бы вам за это дело не платили, сколько бы на работе не было, вы будете несчастливы. это то же самое что что вот когда по дороге едешь я не знаю в америке там то же самое когда ты едешь вот нормально а по обочине такие шашечки как только съезжаешь тебя начинает так вот колбасить так вот когда тебя начинают колбасить это ты несчастлив и все очень просто то есть поэтому это такой показатель индикатор абсолютно индикатор как машине поэтому к чему чем вы больше чем в оба счастье чем вы прониживать свою жизнь вот и все и ответил на вопрос давайте теперь теперь давайте мы начнем с кто готов первый занырнуть вопрос каждому человеку каждому человеку будет задаваться два вопроса единство что просьба сразу же прошу на этих вопросах богатый жизненописк горит можно так зависнуть что вот мы кто-нибудь с этой насчет вот сейчас говорить поэтому лучше в передаче когда был начиная передача программа размышления я задам вопрос можно подумать торопиться не надо а потом попытайтесь сформулировать кто готов сколько есть какой-то регламент потом нет 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 подумать это самое важное это очень редко это 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 здорово это сбор нас тут очень много нас тут около 80 человек на экран мама родная кто готов первый кто хочет я буду первой что хочет поднимет руку но все-таки может быть задать этот вопрос глобально всем и кто будет готов под ними друг как можно да поднимите руку кто готов быть первым а страшно кроме тебя ювелин да ну хорошо или значит мы мы с тобой мы построим наш разговор один вопрос он будет повторяться а второй вопрос будет не повторяться а можно я задам один вопрос и мы дадим они они не потом кто-то поговорит а потом давайте поговорим там что я говорить будет неправильно когда я говорю это неправильно начнем начнем с тебя вопрос японской девочки скажи одним словом о чем ты думаешь всю свою жизнь а себе ответ ответ вопрос следующий вопрос девятилетней девочки что такое совесть внутренний критический голос красиво но как себе совесть это все то хорошее что в меня вкладывали всю жизнь которые иногда я пытаюсь обойти стороны к счастью это она не молчит и спорит со мной и побеждает чаще спасибо что такое совесть быть самим собой хорошо быть в ладу с самим собой да да замечательно сколько выручил руку подняли то вы дальше будете отвечать не отключайтесь опять опять же два опять же два вопроса вопрос 1 одним словом о чем вы думаете свою жизнь о спокойствие душе спасибо вопрос который вытекает из вашего первого ответа самый короткий на мой взгляд один из самых важных вопросов передачи три года мальчик кто я человек с большой буквы это вы про себя так скромно строго мальчик если создает нет 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 смотрите еще раз просто еще раз повторяю вопрос мы не ответ мальчику это ответ диме с седыми волосами это разговор двух взрослых людей через призму детских вопросов вы сейчас вот посмотрели вот как бы вы сказали как бы вы ответили себе на вопрос кто я активный я это активный до двигаемся дальше кто готов следующий поднять руку одни раз к одним словом о чем вы думаете всю свою жизнь о жизни последнее время это как-то вот складывается в этом самом строке щербакова на все это такие пустяки сравнение со смерти и с любовью это более расширенные а жизни смерти и любви нет думаю о жизни но самое главное в мире это смерть и любовь 6 лет мальчик 15 лет девочка 34 года мальчик что такое любовь любовь это счастье не ответ я могу подумать хорошо хорошо кто готов дальше уважение друг другу замечательно о чем вы думаете всю свою жизнь одним словом я подумаю отлично можно потом поднять руку и ответить тогда я задам еще одно тот вопрос который не задам вот хотел задать 10 лет мальчик он проще будет а бог создал женщину чтобы мужчине было весело или наоборот я отвечу весело мужчины все сахты если на там уголь мужчине мужчине так кто готов еще миссия брайлов одним словом уже ответь но я могу его развить потому что это не всегда одно и то же я как ребенок я думал о свободе от мамы в школе я думал о свободе от учителей на работе я думал о свободе от советской власти и так далее и так далее а в настоящее время я думаю о свободе от своих собственных заблуждений опаньки и как вам удается от этого освобождаться я музыкант я сажусь за рояль во первых вопрос музыканту 13 лет мальчик что такое творчество творчество это способность воплощать свои идеи в завершенные материальные структуры будь то словесные или живописные или звуковые звук материале абсолютно я сейчас как раз пишу об этом специальную работу как музыка материализует время как звук материализует в это время дима с твоей фото трансляции звук абсолютно материален звук абсолютно материален потому что это пифагорейство понимаете звук имеет физическую природу звук имеет чувственную природу музыка это объединяет скажите пожалуйста есть такой вопрос мальчик мальчик а что ты любишь больше слова или сразу всю песню слова в музыке лишние или нет музыка музыка вышла из слова поэтому лично я я в песне смотря какая песня конечно что мы больше любим слова или сразу всю песню слова слова я я еще задам вам один вопрос который всегда я задаю вот просто в паре с этим вопросом 12 лет мальчик а что такое пошлость пошлость это разговор ни о чем это повторение того что сказано с попыткой объяснить то что не было сказано это очень трудно объяснить потому что я пытаюсь ловить эту мысль выразить ее в словах и это очень трудно сделать пошлость это нет не могу не ловится мысль это тоже ответ пошлость это то слово которое невозможно перевести на английский язык у нас среди взрослых в семье был разговор на эту тему что такое пошлость как по-английски объяснить это и пришли к такому выводу что пошлость это ответ который в принципе является просто звуковым загрязнением под видом мысль пошлость это претензия на на что-то на пафос в этом есть вот это пошлость насмешка насмешка над реальности нет нет кто сказал пошлость насмешка над реальностью офигенский ответ мне тоже это очень нравится пошлость это насмешка над реальностью не согласна Мне кажется, это отсутствие искренности и настоящести. Это фальшь. Фальшь претензии на правду. Правильно. Прежде всего, отсутствие искренности. Елена, а вы чем по жизни занимались? Я музыкант. Я музыкант. О, попал. Опять музыкант. Хорошо. Вопрос музыканту. 15 лет мальчик. А что такое кураж? Кураж, когда ты входишь в какое-то состояние, которое позволяет тебе выразить какие-то свои чувства, которые ты не способен в обычном состоянии выразить. А это хорошее или плохое состояние? Хорошее. Хорошее. Без куража невозможно быть актером. А искусство без куража невозможно. Мне так кажется. Отлично. К 6 лет девочка. А какого цвета твой клоун? Представьте, вы пришли сейчас в магазин, а там вот море всех цветов клоуна. Глаз. Какой вопрос? Какого цвета клоуна вы выберете? Я не смогу одноцветную. А вот сейчас... Вот прямо сейчас. Вот сейчас. Здесь и сейчас. Вот сейчас. В сей момент. Желтый. Голубой. Желтый. Желтый. Желтый, да? Почему желтый? Потому что это солнце, это жизнь, это свет. Это не депрессия, это желание жить, это возможность двигаться куда-то. Это отсутствие депрессии. Нет, так кажется. Нет, это замечательно. Абсолютно с вами согласен. У нас была такая история. У нас много было разных историй с детским вопросом. И, значит, я проснулся, и я понял, что я... Вот есть такое понятие, недельная глава Торы. То есть, там 52 главы, и как бы читают по кругу это. Я очень хочу сделать недельный ответ Славы Полунина на детский вопрос. Потому что мне идея настолько показалась, что дурацкая, что я немедленно позвонил Славе. Я говорю, Слава, вот такая есть идея. Он говорит, ну приезжай. А у него есть вот эта его мельница, он живет под Парижем, у него мельница. Желтая мельница знаменитая, да. И мы, значит, поехали, а была пандемия, в общем, труба была. Это были какие-то там прививки, апофеозом было то, что мне сделали тест на ковид в Диснейленде, в здании, в зале Баффало, вот это там, где на ковбоях они... А там делали тесты. И, значит, и первое, что нам делали, мы приехали на эту... Желтую мельницу. Нас посмотрели и сказали, вас надо зажелтить. А у них там костюмы какие-то, у нас надели какие-то желтые костюмы, мы с Ваней там снимались. Он снимал, я говорил. Это была очень интересная история, получился очень интересный фильм. К сожалению, мы собирались его допустить на дожде, но тут грянуло то, что грянуло, дождь закрыли. Но есть фильм, 72 детских и недетских вопроса, Славя Полуни. Но я отскочила тему, поэтому я понимаю, почему желтый свет. Возвращаемся к нашим базарам. Кто готов дальше поотвечать? Это когда ты ставишь кого-то или что-то выше себя. Окей. А, вот клоун. Ну, почему вы все думаете, что клоун обязательно веселый? Например, моего мужа звали грустный клоун. И даже такой Сидур сделал его портрет как грустный клоун. И это часть клоуна. Ну, это вот то, что я хотела по поводу предыдущего сказать. И очень часто, скорее он грустный, чем веселый. Ну, Марина, не зря вы назвали клоунессой у нас, если вы помните. Меня? Да. Нет, я не помню. Вы не помните. Мы все помним, когда у нас выступал соратник Славы Полунина. А, да-да-да. Муж Веры Павловой. Он у нас выступал ровно год, полтора года тому назад. И, глядя на Марину, он сказал, а вы классическая клоунесса. Может быть, я этого не очень помню. Но, по-моему, клоун скорее всего грустный, чем радостный и веселый. Как ему так быть веселым, когда он это все видит? Я вам сейчас задам такой вопрос. Три года мальчик, я купил тебе подарок, а что ты мне подаришь? Представьте себе, что вы абсолютно всемогущая. Вы бог, у вас есть любые финансы, любые возможности, любые божественные возможности, любые, все что угодно. И вы можете сделать подарок трехлетнему мальчику, но такой, вот такой, действительно, натуральный. Это может быть и все что угодно. Знание, умение, понимание вещь, деньги, все что угодно. Вот что-то одно такое, чтобы всю оставшуюся жизнь он просыпался и каждое утро говорил, спасибо вам за то, что вы мне сделали такой подарок. Вот реально каждую. Не в тот же день, а вот так до конца своей жизни, пока и не дойдет до конца, чтобы подарили. Я понимаю. Я подарила ему, чтобы он жил в мире самим собой. Всегда гармония, чтобы внутри была. Это у нас такой литматик сегодняшнего разговора вообще. Хорошо. Любовь. Кто сказал любовь? Заля Нижникова. Любовь? Да. Принимается. Кто еще хочет что-то ответить? Я очень легко ответить на этот вопрос своим, потому что я на этот вопрос отвечала своим детям и даже внукам. Я тебе подарила, тебя самого. На самом деле, хороший такой вопрос. У нас сегодняшняя передача, вот только что вышла, вот опубликовала, что-то еще не видела, смешно и изящно ответила на эту тему Орлу. Ну, как ты вот так сказал, говорит, самая большая удача, моя удача в жизни, это то, что мой папа не воспользовался презервативом. Марина Русинова поднимала руки. Да, я поднимала, но я как-то испугалась. Вообще, на самом деле, про мальчика, которому можно что-то подарить, я бы ему подарила умение выбирать правильные дороги в жизни. Давайте я вам позадаю вопрос, Марин. Я боюсь. Марина, давайте, мы за вас болеем. Я не буду злобным, я задам доброе. Во-первых, я даже это самое, я даже три вопроса задам. Во-первых, вопрос, вот тот самый первый, мысль-то не ушла. Одним словом, о чем вы думаете всю свою жизнь? Как бы не ударить лицом в грязь. Одним словом. Сохранить лицо. О грязи, это тоже много. Сохранить лицо. О лице. Не о лице, нет, не о лице. О характере. О характере. Умение отстоять себя и выйти победителем. Опа. Еще один вопрос. Планы меняются на вопросы, но один вопрос я задам. Три года девочка, я уже большая, сколько же мне лет? Я, разумеется, вас не спрашиваю, сколько у вас там записано. А внутри сколько вам лет сейчас? Мне 22. Это определенная цифра? Она обдуманная? Нет, не обдуманная. Просто так вот? Просто я так себя чувствую молодой, на 22 порхаю. Летаю. Окей. Ну тогда вам вопрос, с которым началась передача «8 лет мальчик». Зачем люди воюют? Отстоять себя – это вытекающий отсюда вопрос. Доказать свое желание изменить мир в свою пользу, доказать, что ты сможешь это сделать любым способом, убивая и отрицательную свою внутреннюю мерзкую энергию выкинуть на других. Ну это, в общем, как-то жестко перекликается с вашим ответом «Отстоять себя». Естественно, это не то, что вы имели в виду, но это… Я не воююю, человек. Война – это… А война – это не обязательно убить. Дети в песочнице в три года – «моё ведерко, моё ведерко». Там они никого не убивают. Это не воинственный человек. Он просто дергает своё ведерко. Почему? Зачем? Чтобы выжить. Ведерко не выжить. Ведерко? Не ведерко, а просто как бы как психологический портрет. Это что угодно. И что-то животное в нас есть, и эгоистичное в нас есть, и желание доказать свою правоту, и быть первым, и победить. Вот эти вот все инстинкты, которые мы подавляем при хорошем воспитании, они… Дети этого не знают. Нас воспитывают, чтобы мы такими не были, а дети – это сама природа, так я думаю. Так, кто? Юля, да, Юля, Юля, да. У меня тоже дочка Юля зовут. Да, Юля. Я… А вы чем занимаетесь, чтобы я вот так вот сразу же… Я… Я логист. Логист? Логистика, да. А, понял. Хорошо. Сейчас какой-нибудь вопрос логистику я хочу найти. Ну, для начала тот самый вопрос, тот первый вопрос-то, одним словом. Любовь. 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 Как-то… Ладно. Так, логистика. 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 Что такое, Любовь? Можно я задам сейчас вопрос на иврите? У меня единственный вопрос, который звучит на иврите, я потом все время-все время перевожу его. Он, может быть, не политкорректный, а может, политкорректный. Не знаю. Четыре года мальчик. Насеказы, нэшик шальбанод. Перевод на русский язык. Поцелуй – это оружие девочек. Это игра слов. Насекай, нэшик – это похожие слова. Экэн, экэн. А, опаньки. Акку, и на иврит? Юля, в Израиле. Она недавно приехала. Они подаверит аверит, бэ, ульпан исцелон. О, то есть мы сейчас… Израиль, здравствуй, на линии… Привет, украина. Значит, увидимся где-нибудь здесь. Да, ну, нэшиказы, нэшик шальбанод? Да, да. Вот первая женщина, которая честно ответила мне за этот вопрос. Все обычно как-то туда-сюда. Вот честно ответила. Юля, спасибо. Давайте еще задам вопрос. Вот, вот, вот. Это ваш, это ваш? Это маленькая Эвелина. Это маленькая Эвелина. Эвелина маленькая. Она вопросы задает? Или еще нет? Пока очень мало, очень мало. Ей два года, я четыре месяца. Еще вот только начинает. Ну, она может сказать, допустим, папа зарабатывает деньги, а мама покупает мне игрушки. Вот что-то, вот у нее какие-то мысли уже такие формируются. Сейчас я найду тогда что-нибудь помех. Вопрос как он совсем маленький, лучше помехать. Ну, пожалуйста, извините. Я просто еще, я сейчас поискал по вопросам, ну, наткнулся на такой очень серьезный вопрос. Четыре года мальчик. Готовьтесь, через полтора года получится такой вопрос. Четыре года мальчик. Мама, а зачем вообще все? Для жизни, для развития. Жизнь для жизни, жизнь для развития? Ну да. Как-то так. Для самосовершенствования. А для чего самосовершенствоваться? Самосовершенствоваться себе, самосовершенствоваться. Самосовершенствоваться, взял и поймал. Какое, чего тут интересного? Ну, быть лучше версия себя. Изменить этот мир к лучшему. Что-то лучше привнести в этот мир. Это не вопрос был, в чем смысл жизни. Это был другой вопрос. Вопрос такой. Мама, а зачем вообще все? Вот он посмотрел на этот мир. Смотрел, что происходит. Вот происходит какое-то действие. Мы приходим в магазин. Мы приходим, зачем? Мы приходим покупки делать. Мы приходим на концерт. Зачем? Мы приходим музыку слушать. Мы пришли в этот мир. А зачем мы сюда пришли в этот мир? А что в этом мире такого? Зачем мы сюда пришли? Зачем он вообще? Слышный вопрос. Я предупреждал. Самые интересные, кстати, к слову говоря, самые интересные вопросы, это вопросы маленьких детей. Но вопросы... Можно не отвечать. Можно не отвечать. Можно я подумаю? Можно. Можно потом вернуться. Как вы видите целевую аудиторию для ваших передач? Ну, вряд ли это дети, которые задают эти вопросы. Дети не ожидают сложного ответа. Порой это для них просто слова, которые они встречают в речи. И непонятные слова они спрашивают, что они значат, не подразумевая длинные, глубокие ответы взрослых. Ну, то есть, вряд ли это передача для тех детей, которые задают эти вопросы. Скорее всего, это, как я понимаю, передача для взрослых, которые эти наивные вопросы должны, ну, как-то провоцировать, ну, какое-то мышление, что ли. Но, с другой стороны, над этими вопросами человек думает всю жизнь. Вот что такое совесть? Когтистый зверь, грызущий тело, сердце, совесть. Или там... Что такое свобода? По спинозе это осознанная необходимость. И самое главное, вот, как сказал Вознесенский, все конкретнее, необычайно, недоступный смысл миропорядка. Что ребенка приобщают к тайне взрослого, к отсутствию разгадки. То есть, как бы, ответов на эти вопросы и нету даже. Ну, вот, как вы, когда вы делаете эту передачу, кого вы видите, ну, так, умозрительно перед собой? Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажите, а это, как бы, вот... Ответ есть, ответ серьезный. Просто другой вопрос, что... Всех не интересует этот, будет интересовать мой ответ сейчас. Мы прервем наш диалог. Велин, я готов ответить. Потому что этот вопрос мне задают... Ну, этот вопрос очень важный. Этот вопрос... Во-первых, спасибо, действительно. Я все-таки отвечу, знаете. Потому что мне постоянно задают этот вопрос. И я постоянно... Я сам себе его задаю. И я сейчас еще усложню. Эта передача абсолютно некоммерческая. Я здесь ничего не зарабатываю. Так сказать, я всегда благодарен людям, которые мне помогают. Большую часть работы я делаю сам. Иногда меня, когда в студии здесь меня снимает, Ванечка, когда по Зуму это всегда я делаю сам. И вопрос абсолютно правильный и периодически я сам себе задаю. Нафига я это делаю? В данном случае... Извините, я совершенно не предполагал коммерческую часть этого... Не-не-не, я понимаю. Нет-не-не, я правильно. Я именно на это отвечу. Видите ли вы перед собой детей, задающих этот вопрос? Да-да-да. Я сейчас отвечу. Это очень глубокий. У меня задали вопрос. Это один из самых серьезных вопросов. Скажем так, если бы вы были в качестве интервьюера, я бы вам поаплодировал. Потому что это не вопрос. Расскажите о ваших творческих планах. Расскажите на вопрос в суть. У меня такое наивное представление. Мне так кажется, что эти вопросы должны уходить в мир и звучать. Они должны уходить в него. Есть просто количество ненависти, зла. Есть такое понятие эмоций. Количество зла и ненависти в мире... Его и так-то обычно много. А сейчас его просто немерено. Либо тебе злую ненависть, либо тебе пошлость в виде рекламы, ботинки, прочие какие-то модные истории. А эти вопросы... Зачем человек пришел в этот мир? Что он здесь делает? Зачем вообще все? Вот тот, на котором зависли на предыдущем ответе. Эти вопросы пропускаются мимо ушей. Они уходят. И мне кажется, что они обязательно должны звучать. Эта передача, разумеется, не для детей. Это передача для взрослых. Хотя я исхожу из очень простой конфигурации. Любой взрослый – это ребенок. Такой вот ребенок. Знаете, вот ребенок рождается, постепенно его начинают оборачивать. Социальные бляшки, статусы, карьеры, мода. Ты так должен, ты так должен. Тебя так научили. Школа, ты бизнес, ты там такой. Ты начальник. То есть все вот эти вот самые вот, тебя вот так вот начинают оборачивать. Но внутри остается ребенок. Почему построена передача таким странным способом? Почему я сейчас-то говорю «четыре года мальчику»? Потому что, когда я говорю этот вопрос, задаю взрослому человеку, у меня есть очень большой шанс. То есть если я вот вам взрослый человек, взрослому человеку, мы сядем с вами, вы меня никогда в глаза не видели, я вас в глаза никогда не видел. Мы сядем и скажу, ну расскажи мне, пожалуйста, дорогой Марик, а в чем смысл жизни? Он мне скажет, дорогой Дима, а иди ты, и будьте правы. А когда формулировка звучит так, там, мальчик четыре года спрашивает, зачем вообще все? Есть шанс, что этот вопрос пробьет вот все вот эти вот штучки и добьется до вашего внутреннего ребенка. От моего внутреннего ребенка до вашего внутреннего ребенка. И тогда, может быть, вы ответите себе на этот вопрос. И очень часто, вы сейчас смотрели, почему-то вот все говорят, вот сюда приходят, там, известные люди, неизвестные. Вы даже не представляете, какое количество... Все люди равны перед этим вопросом, абсолютно одинаковые. Я, вы. И это очень много вот в этой студии происходило, когда я задаю вопрос, и человек вдруг... Я понимаю, что человек этот вопрос, который у него был, он его загнал глубоко себе внутрь. И вдруг сейчас он себе его разрешает. И самое прекрасное для меня... Почему я сказал сегодня, что вот когда мы там смотрели фильм, а кто-то говорил, а я скажу так, а я скажу так. Вот самое прекрасное для меня, это когда... И самый большой комплимент для передачи, это когда люди пишут. Знаете, я посмотрел там разговор ваш с таким-то, вот я с ним в этом вопросе не согласен. Я считаю так. Это самое идеальное. Поэтому, конечно, этот вопрос не предназначен для... Эта передача не для детей, это передача для взрослых. Я считаю, что эти вопросы должны уходить в мир. И их очень... Вы понимаете, настолько маленькое... Как бы вот если вы выйдете на улицу, уже увидите море рекламы. Если вы сейчас откроете в интернет, вы увидите море ненависти, море зла, там, все что угодно. Оторванные головы, руки, ноги, убитые, войны. А вопрос, если бы все люди, которые сейчас занимаются войной, вдруг ответили однажды себе на вопрос, зачем я пришел в этот мир, что-то мне подсказывает, что ответа, что войн было бы меньше. Если бы в школе вместо того, что 10 лет вдалбливать какую-то хрень людям в голову, вдалбили бы вот с молоком матери фразу раби и лиля смысл иудаизма, не делай ближнему своему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе, в чем вдалбили бы это, мир был бы замечательный. А это те самые ответы на детские вопросы. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Спасибо, Марк, он говорит вопрос. Полностью ответили. Спасибо, я готов продолжать. Кто готов дальше? Юля, ты готова с ответом? Юля, только в зону включил. Я готова для опыта. Ну вот мне вот то, что зачем это дальше, для опыта. Для опыта? Да, да. А зачем нужен этот опыт? Мне очень нравится ответ, зачем. Ну опять-таки у меня крутится в голове вот самосовершенствование, вот какой-то круг, баланс, гармония. И вот опыт, ты проживаешь, ну какой-то опыт в жизни, когда ты маленькая, у тебя один опыт, когда ты старше, у тебя другой. И ты за счет этого как будто поднимаешься над собой. И вот для этого все. У меня, может быть, это очень узко, но вот у меня так. Нет, это очень узко, это очень широкий ответ. Я бы тоже кое-что бы этого ответа сказать. Ну я продолжу, но в принципе да. Да, я полно с вами согласен. Спасибо. Если можно. Юленька, а кто рядом с тобой сидит? Вот что с этим опытом делать дальше? Кому ты его передашь? Ну поколениям будущими. Это как-то бесконечно, это продолжение. А можно передать свой опыт кому-то? Ну, наверное, научить своей жизнью, на примере своей жизни. Юл, у вас многие... Да, да. Ну наши дети копируют, они же все равно как лакмусовая бумажка повторяют, на какие-то вещи родители, что-то закладывается в детстве, наверное. А какие-то хорошие, не знаю, моменты, они передаются дальше детям, внукам и так далее. А как бы дети выросли, а дальше что? Дети выросли, все что могли там. Скажем так, до 15 они будут брать, с 15 до 18 они будут говорить, что мама, да пошла, ты ничего не понимаешь. А потом у них начнут свою жизнь. Ну да. А куда... Да, и как-то и что-то... Я вам задам такой встречный жестокий вопрос. А вы... Вот если в вас, вам в себя заглянуть, у вас много чужого опыта? Да. Мне кажется, да. То есть вы взяли на веру чужой опыт? Ну, это... Мне кажется, все глобально, то это может быть опыт какой-то поколений. Я, может быть, помню опыт поколений, то, что пережили мои поколения, я как-то это тоже несу дальше. Перевношу что-то из своей жизни дальше, что продолжается и продолжается. То есть мы уже говорим про некоторую дефиницию Бога, да? Ну, вот туда посмотрите. В чем-то. Хорошо. Да, это бесконечно. Вот так вот приносишь какой-то новый опыт с поколением. Хорошо. Добрый день. Во-первых, я очень благодарен за такую оригинальную, очень интересную передачу, которую я слушаю с удовольствием и хотел бы поучаствовать. Во-первых, ответить на два вопроса. Первый. И что такое пошлость? Если можно. А потом... Надо три вопроса. На первый. На что такое пошлость? А третий вы еще не знаете. Да, 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 да. А вы чего? Чтобы я знал, вы чем занимались или занимаетесь по жизни? Да, всю свою сознательную жизнь. А самую часть сознательной жизни я был инженер-проектировщик. А, окей. Хорошо. Так. Итак, вопрос номер раз. Скажи одним словом, о чем вы думали всю свою сознательную жизнь, пока вы были там инженером-проектировщиком? О жизни. Ой. То есть вы с Юзом полностью согласны? Не оригинальный, но я с самого начала выбрал этот ответ. Окей. Что такое пошлость? Пошлость – это отклонение от принятой в обществе морали. А вы живете по принятой в обществе морали? Вы говорите о пошлости. Я говорю о вас. Да. То есть для вас очень важна принятая в обществе мораль? Ну, в основном, да, придерживаюсь я того, что… Ну, в основном, те люди, которым я доверяю, это принятая в обществе морали. То есть для вас, если есть человек, которому вы доверяете, вы принимаете… Для вас он является безусловным авторитетом? Да. Мальчик в Москве. Третий вопрос, которого вы не знаете. Мальчик в Москве. То есть, может, вы его слышали в передаче, но вот там такие высокие дома были, собственно, есть, Москва-сити. И там наверху реклама бежала. И он увидел телефон, поднял глаза наверх, там большие буквы, и номер телефона. И он говорит… Посмотрел номер телефона и говорит, «Папа, это телефон Бога?» Вот представьте, Леонид, что вы сейчас взяли телефон, вот там рядом с вами где-то лежит, подняли, набрали какой-то номер. Вы слышите «Алло?» Бог слушает. И вы знаете, что это вас не прикалывают. Что это правда, что вы не ошиблись номером, что это слушает вас тот самый, который вот мы так назвали. Что вы скажете? Сейчас я подумаю. Хорошо. Я бы, наверное, сказал «Дядя Бог, а вы существуете?» Ну, это как у мастера Маргарите. Он меня сел с ума вопросом, доказывая мне, что меня нет. Он уже вам ответил. У вас есть вторая версия. Он ответил, он уже есть. Все, вы знаете, что он есть? Хорошо. Тогда бы я сказал, если вы всемогущ, то сделайте по возможности, чтобы даже не другие стали друзьями. Я согласна. Все, сто процентов. Спасибо. Спасибо, Леонид. Что там сказал «Я согласна»? Я сказал. Я сказал. А я не вижу. Сейчас вы получите это удовольствие. Привет. Я получил это удовольствие. Куда, 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 куда. Удовольствие. Верните в кадр удовольствие. Да, скажите, пожалуйста, я, значит, ну, первый вопрос. Одним словом, о чем вы думаете всю свою жизнь? Чтобы все было хорошо, чтобы люди дружили. Это много очень, да? Одно. Я же себя учил. Мы же учим. Не знаю, как одним словом это сказать. О дружелюбии. Вот о чем я думаю. Дружелюбие. Второй раз вы ответили на этот вопрос, поэтому сейчас вопрос будет очень простой. Вот их много раз повторяется. А, вот он. Вот сейчас, чтобы вот прямо не соврать. Семь лет мальчик. Что такое дружба? Одним словом нужно сказать? Не, не, не. Что? Я же не японская девочка. Дружба – это взаимно, это взаимоотдача. Чтобы ты мог человеку отдать то, что ты от него получаешь. Чтобы вы друг друга вот так взаимодействовали друг с другом. Дружба – это взаимоотдача. Да. Отлично. Есть еще такой вопрос. Вот я возраст искать не буду, а ответ… вопрос очень хороший просто выбирается. Лошадь выбирают по зубам, а друга как? По кошельку. По кошельку. Эти ваши американские штучки вы оставьте нам. Как друга выбирают? Взаимопонимание, я думаю. А есть такая? Взаимоотдача. Вот посмотрите на экраны, вы увидите в наших ваттах. Да. А у вас дружба? Уже, да. Блеск. Блеск. Спасибо. Кто дальше поднимает руку? Лена Кушнирова. Лена из Баден-Бадена. Туда, там, где Тургенев? Жуковский, Клара Шуман. А, да-да-да. У меня в Баден-Бадене живет Мишка Горелик. Такой друг моего с детства. Может, вы знаете его. Мишу Горелик? Ну, конечно, это мой друг. Вот, Мишке Горелику, привет. Передайте, Светке, передайте привет. Жене его. Это друзья детства. Мы из Театра юношеского творчества. Скажите, где я с Гореликой? Потрясающе. Потрясающе. Ну, вот, давайте. Дедушка, давай прямо сейчас звони, и мы приглашаем на клуб. Да-да, завязали. Не, Мишка очень хороший. Они весь хорошие, Светка. Мишка чудесный. Так, все, все, все. И Светка, и все. Давайте, я прошу прощения, потому что я почему-то опоздала. Я почему-то считала, что начало 8, и пришла заранее, то есть без 10 и 8. Поэтому я как-то так немножко пока еще в шоке. А, ну вы не поняли, куда попали? Я не... Ну да, я так как бы пришла, и вот... Окей, меня зовут Дима. Это я уже поняла. Нет, я знаю. Да, фамилия... Да. Значит, мы... Тут все очень просто. Мы сидим, я задаю простые, незамысловатые детские вопросы, а взрослые люди отвечают им, но не детям. Ну, иногда детям, иногда не детям. Я вот поняла. Вопрос отличный. Зачем все? На это абсолютно четкий ответ. Незачем. Абсолютно. То есть, если был смысл какой-то вообще в том, что все делают, то жизнь бы выглядела по-другому. Оно незачем, оно вот так вот, как оно есть. Знаете, у меня был такой передачей такой раввин, Йосиф Херсонский, Йосиф. Очень смешной у нас был разговор. Он в кипе, я без кипа. Я говорю, а ты зачем кипу носишь? Ну, это никогда к делу не относится. Он говорит, а как ты, говорит? Он говорит, для чего кипу носить надо? Он говорит, ну, говорит, чтобы своих узнавать. Я говорю, в смысле? Говорит, ну, своих узнавать. Я говорю, так вот, а я без кипа. Я твой или не твой? Он так подумал, посмотрел, он говорит, ну, говорит, ты шифруешься. вот так вот я ему задал вопрос о чем бог есть он горит очень хорошо ответил на тюльпе очень простой был ты знаешь говорит как-то все очень больно логично устроено ну да поэтому ну неважно бабу а кто же сказал что человек это ошибка я так считаю придерживаю хорошо все 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 сейчас вопрос значит про одним словом расскажите формулировка там не знаете да вопрос сначала на один вопрос потом на второе все еще один вопрос ответ есть а второй разные вопрос первый один для всех это я был в японии был я спросил японской девочки задай мне вопрос на который я не смогу ответить а спросил сколько лет когда был 52 и было 8 она говорит скажи одним словом о чем ты думаешь последние 52 года скажите одним словом о чем вы думаете последнюю всю вашу жизнь вот чтобы одна была мысль нет у меня мысли скачут как блохи я так не могу а какая самая жирная блоха а музыки я музыкант слушай вот попала сегодня с музыкантами просто не самая вокальная она на чем бы я пианистка я люблю говорить что я музыкант потому что пианистка как-то очень узко хотя узкая специализация поэтому я как бы немножко стараюсь расширить вы ответили но это не вопрос был вопрос был такой у меня просто не по не помню возраст мальчика вопрос помню наизусть как ты думаешь вопрос вам как ты думаешь если бы моцарт был художником какие бы картину он писал гениальное это понятно а вот в каком стиле это зависит как я не очень почему гениальный но предположим потому что он был гениальным ну и что мало что гениальный астап бендер тоже был гениальный но как писака скажите мне как художник художнику никто не отменял а он был гениальный комбинат комбината гениальный музыка не только музыкант он они же все вот эти люди они же абсолютно все делали вот раньше они были бы похожи поскольку он был гуляка скажем так он папах они были бы похожи для меня на картины вот например это спонтанный ответ не думай я я обычно сначала говорю и даже потом не думаю смотрю что получилось вопрос вам как музыканту по художнику 6 лет девочка ну каким цветом нарисовать себя представьте себе что вы сейчас вы как кис скажите мне как художник художник вы так умеете рисовать на может вы умеете и вы хотите сейчас сделать свой автопортрет и там будет как поешь не одним цветом это естественно будет но какая цветовая гамма там будет преобладать если вы мне задали этот вопрос лет 25 назад я бы сказала что гамма будет холодная голубые зеленые тона вот такое то есть что касается моего теперешнего состояния то к сожалению я перехожу такие тона типа красных знаю что это не очень но так вот она есть с возрастом перестала хватать тепла поэтому красный фига себе тепла мало поэтому красный так давайте еще один вопрос зададим придумаем а ну тоже вопрос музыканту 10 лет мальчик кто такой сноб сноб это человек который всю жизнь хочет слушать лунную сонату в принципе вопрос закрыть блеск спасибо кто готов дальше мишки 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 свет обязательно владимир вы тоже готова да тогда включите микрофон владимир включите микрофон я включил микрофон скажите мне а вот помимо того что вы друг вы меня хочет я вас слышу да я пытаюсь дуться у меня не вопрос я хочу быть наглым и попробовать за вас ответить на вопрос который задал марк мне кажется что вы неправильно ответили о вашей целевой аудитории я думаю ваша целевая аудитория это вы сам делаю даже даже бы даже без вариантов сам естественно сама как иначе любой творчил то конечно его человека конечно интересует это все очень важные интересные вопросы когда ты сам на них отвечаешь есть всегда опасность что ты ответишь так как так как это прилично так как от тебя ждут и так далее это кстати заодно я ответил на вопрос что такое пошлость по моему да вы слушаете ответы людей непосредственно и живые ответы вы для себя вы помогаете себе понять свои ответы на эти вопросы то ли вы соглашаетесь неважно может быть вы не соглашаетесь с этими людьми но вы помогаете сами себе во первых спасибо да во вторых спаси я громко я отчетливо скажу и думаю что все здесь согласятся любые люди тут наружу большое количество людей творческих работ профессий хотя считаешь это профессии творческие человек занимается творчеством всегда прежде всего для себя потом как бонус может получаться что то что делает это становится дает что-то и другим это уже бонус разумеется мне если бы мне было это не интересно делать я больно что-то по вечерам сидеть монтировать и прочие вещи нет нет конечно мне это да интересно мне меньше не скажем так мне не всегда я не ловлю не ловлю из передачи ответов то есть я не цитирую очень редко цитирую как бы ответы собственно для себя тоже но это да мне помогает как-то найти эти ответы это то что я сказал эти вопросы уходят в мир эти вопросы задают себе люди я тоже часть этого мира то есть я получаю точно также эти вопросы я по-другому слышу вчера я оказался в ситуации когда мне задали пару раз эти вопросы про то про ту же совесть вчера прозвучал потрясающий кстати вопрос его еще ни разу не звучал ни в одной передаче 3-4 года девочка спросила а почему дети перед сном кричат мама потрясающий на мой взгляд вопрос я на его ответил и мы собственно на этом завершили передачу но это был очень сильный вопрос поэтому да конечно но прежде всего разумеется любое творчество любое творчество любой вот тот же самый моцарт который был бабник и прочее может быть он такую музыку писал для того чтобы девушек соблазнять я даже сильно подозреваю что он это дело для это с этими ценами да но это не значит что музыка стала хуже поэтому все нормально извините абсолютно точно сказали 100 процентов я с вами согласна вот артур убинштейн великий пианист спросили почему вы не играете моцарта играете все время шопена он сказал потому что дамы реагируют на шопену а на моцарту нет понимаете моцарту надо бы надо быть еще и бог не да вот видите как-то случается по да хорошо давайте кто еще готов по отвечать на вопрос не прямо не задали вопросы володе чили а в володе вы хотите вопросы не только скажешь а не хотите отвечать на него нет я так не говорил а придется да да сейчас мы найдем какой-нибудь вопрос другу подруги теперь уже да о хороший вопрос девятилетнего мальчика добрый очень кстати как вы думаете кем бы вы были если бы вы были предметом они человеком у меня 10 вопросов на эту тему это и братья мы сейчас до тебя еще доберется душе я с тобой тоже хочу поговорить мне как-то так начали проскочила океаном а можно как-то сузить это больше в больше как бы две трети земли это как-то скромненько да может как-то ну чуть-чуть сузить мы все мы все что мы все оттуда мы оттуда вышли мы все из океана здравствуйте господа русалы и русалки хорошо дать еще дать задал вопрос такое чего-нибудь ой володь вот как я подозреваю что вот вопрос как евреи еврею как 8 лет мать как вы догадались что я еврея создавался в этом я что-то 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 мне в институции подсказывает что человек по фамилии таки чижик который говорит что такое то у него вот есть наверное но немножечко где-то там капелька кто-то там пробежал и даже может быть не один раз так вот я вам как еврей еврею задал вопрос мама восьмилетнего мальчика мама а я больше русский или еврейский это интересный вопрос правильно наверно ответить если отвечать серьезно правильнее абсолютно серьезно и во-вторых вот не надо правильно в чате как вы думаете правильно отвечать это скучно дело в том что у меня есть два ответа на этот вопрос один такой я все-таки все-таки еврей да я понимаю да правильно отвечать что я еврейский но на самом деле я русский это один ответ а второй ответ правильно отвечать что я русский но на самом деле я еврейский вот а у меня спросили откуда я узнал что вы еврей даже если бы тот не было таки написано даже если бы я не видел ваш портрет даже если бы вас не слышал ни разу даже если вы написали этот ответ я вам было понятно что вы таки да хорошо спасибо кто готов еще женя царов пожалуйста женя я хотела ответить на вопрос по поводу того что что это все ну что это все у меня в два ответа для красоты для чего это все вопрос а второй ответ бог развлекается но вы попали более того я пианистка это вы попали нет я попал уже давно я когда был и у меня была девушка моя знакомая первая любовь она занималась в музыкальной школе мне очень хотелось произвести мне впечатление и решился научиться играть на пианино для этих целей я написал по моему это был собачий вальс я написал просто я просто кладно на клавишах написал номер по по которому надо нажимать на клавиши на кнопки да и яда я это гордо сыграла сыграл раз-два а потом моя музыка моя музыка закончилась и так значит ваши два ответа все для красоты и бог развлекается бог развлекается замечательно вопрос первый что такое красота красота это все как и вы на евреев попала так же как и любовь вот это вот ну хорошо ладно ладно а второй вопрос кто кому нужен человек богу любую к человеку это одно и то же они оба нужны друг другу один не может существовать без другого вопрос третий что такое бог это все нет не надо ну давайте уже сейчас это все это все это любовь бог это любовь все остальное счастье не стать я бог оставьте меня любовь бог это все это не ответ из этого момента дальше буду говорить все что я все бог что я бог то я вижу бог здравствуй бог бог привет бог туда бог я так чувствую что это такое вот это был по помощи верболизирует и не для объяснить но это все это объяснить нельзя эвелин давай-ка давай-ка я с тобой с тобой как ты так это завела машинку машинка не остановилась давай мы с тобой ты у меня что называется hijack совсем не жалею об этом но замечательный замечательный скажи мне во первых должен был быть о тебе вот что потому что когда мы встретились я вот сказал что я хочу познакомить людей с димой брикманом во всех его ипостася а это это было слишком громко сказано потому что я-то знаю всего 2 ипостася фотографии который мне безумно нравится и интервью и собственно это самое ниши которую ты нащупал страшно важная кстати говоря с абсолютно неограниченной аудитории и с бесконечным эгг потому что сегодня люди отсюда уйдут все эти вопросы будут звучать как к мертонам они будут звучать ежедневно вы будете просыпаться с этими вопросами пытаться ответить на них и друг друга будете задавать эти вопросы так что дима ты будешь аукаться бесконечно я-то аукаться буду я у двоих я же это сам мысль-то не ушла я же хотел с поговорить давай сначала сначала скажи у тебя есть то опять с евреями я принадлежу миру когда кому ты решаешь задавать вопросы как ты выбираешь людей бывает такое что люди к тебе просят да иногда 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 бывает самое смешное просится за деньги вот тогда я отказываю сразу это это индикатор конечно смысле за деньги за деньги мне заплатить в любую сторону ужасно когда человек отвечает на твои вопросы как как ты его видишь как ребенка которого он в себе ищет или уже как взрослый человек которые отвечают ребенку а я всех людей вижу как ребенка который вот я как сказал завернутый вот в эту вот эти штуковины это и ты передо мной сейчас сидишь перед собой вижу девчонку и любой человек который здесь появляется я я перед вами то самое просто кто-то боится в себе этого ребенка внутреннего открытия кто-то не боится вот и все от этого понимаешь он никуда не девается он там сидит а когда ты его в себе убиваешь а когда человек убивает себе ребенка вот тогда он уже умер хорошо может жить сколько угодно но это уже смысла не имеет потому что убивая в себе ребенка ты убиваешь как минимум любопытство к жизни поэтому нет я все-все-все-все-все-все вот как бы нет я вопросы могу только задавать те которые я слышала от своих детей и от своих внуков что это в общем-то супер супер оригинальные вопросы я натыкалась на эти вопросы в твоих интервью поскольку ты этих детей слышал но все-таки какие-то вопросы есть если бы ты был вокзалом каким вокзалом каком городе почему я вокзалом наверно в токио киото у меня токио 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 просто более сумасшедший киото можно киото тоже но просто он там вот как-то такой а токио он понимаешь там это настолько все разветвлено это настолько все он как бы вроде как бы заходишь туда и вроде как будто здание зашел в разные стороны все это расползается разлетается и с одной стороны понимаешь как-то все вроде выглядит безумно хаотично море море людей мне было бы интересно потому что я вокзал мне было бы интересно наблюдать за этими людьми которые знаешь вот человек пришел зашел прошел вокзал это же теряло если вот я был вокзал просто размышляю про тебе хороший вопрос это мне обязательно потом все вопросы офигенский вопрос вот 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 если друзья моих у вас кстати ведь закончились если у вас дети задают вопросы пожалуйста запишите только заклинаю не переделывайте вот как задали вот вот этот вопрос это точно это вопрос был абсолютно ребенка потому что иначе слышно просто вот задай и пришлите мне как угодно я буду безумно благодарен дети закончили поэтому да конечно вокзалом потому что было бы безумно интересно наблюдать за этим чем сумасшедшим человеческим муравейником в общем именно в токио наверное потому что там вообще все там со всех стран народов как все это так вот кем ты любишь молчать я вообще молчаливый я не слышал я вообще молчаливый это я произвожу впечатление такую какую-то самую я интроверт не то что интроверт но я скажу так экстравертный интроверт можно так можно так определить поэтому молчать я молчать я при любой возможности люблю и все хорошо слушай даже я хотел тебе вопрос задать что ты мне задаешь нет извини давай по очереди подожди я еще не закончила хорошо как распознать козла когда он человек можно я скажу матерный анекдот ой ты иди давай вы меня простите нет я расскажу этот анекдот и я считаю что это а притча б практически библейская притча я рассказал всем своим детям и считаю что это очень важно рассказывать очень он очень простой там не про козла просто мне сказал по социативному ряду сидишь сидит такой вот не очень любишь у меня очень любишь вы рассказали у меня друг и билиси юра мечетов фотограф такой знаменитый фирме я просто когда приезжаю к билиси расскажет поэтому его рассказал немножко такой будет кузнецкий это неважно сидит такой гиви гиви вот видишь дерево растет тень дают люди под ним сидят чай пьют никто не говорит что гиви его своими руками построил посадил ручей течет вода в нем вкусный чистый люди пьют никто не говорит что гиви его своими руками веру дом стоит на горе белый трехэтажный никто не говорит что гиви его своими руками построил но стоит один только раз в жизни вебать козу библейская совершенно библейский совершенно анекдот что это надо рассказывать детям и совершенно нормально я не вижу ничего такого чего не рассказывать во-первых они что они не знают что это такое почему иногда когда идет дождь что скучно самим собой это уже моя внучечка офигенский потом пришли эти вопросы почему когда иногда идет дождь ты знаешь ответ будет очень интересный это зависит от того дело в том что дождь это такой внешний внешнее воздействие который тебя оставляет не странно сеть на самим собой наедине то есть ты оказываешься перед самим собой дождь ты под него как бы можно конечно пойти попрыгать под него надолго не проплыгаешь особенно если такой моросящий скучный и такой то туда не пойдешь мир она становится серым краски выключаются и ты оказываешься наедине с самим собой и вот когда ты оказываешься наедине с самим собой дальше два варианта если ты человек если ты сам себе интересен темп тоби почему если ты сам себе не интересен в А вот чтобы сделать другой вопрос, как сделать так, чтобы быть самому себе интересным, это уже второй вопрос. Зачем вмешиваться в чужие дела? У меня так не получается, но вообще не надо. Потому что это неправильно, не надо вмешиваться в чужие дела, потому что пока тебя не попросили. Причем не попросили, не то же сказали, ну давай вмешайся, когда нужно. Знаешь, когда ученик готов, приходит учитель. Можно раздвенуть дальше. Когда человек созрел с проблемой, приходит друг. Но вмешиваться, как у всех у нас, не очень хочется получаться. Ну вот я тебе дам советы, вот у меня это было, вот это, но в принципе вот формулировка, наверное, такая, когда боль созрела, приходит друг. Чего ты ждешь от людей? Ну, наверное, в смысле, тебя можно чем-то удивить, я не знаю. Детский вопрос. Чего ты ждешь? Вопрос хороший. Если ждешь в смысле с тревогой, это один вещь. Глядь, он двуслойно звучит на русском языке. Потому что если ты ждешь, чтобы ты хоть... Вот так был задан. What do you expect from people? Потому что ребенок слышит чужие разговоры, взрослые разговоры. И иногда люди говорят, what do you expect from people? Они вечно боюют друг с другом, они вечно... Ну что, тогда это уже все от этого. Что он услышал вопрос и задает. Ожидаешь. Да. Это разные вопросы. Ну я отвечу на угол вопроса. Ожидаю, ничего хорошего. Потому что в природе человека, к сожалению, заложено вот это самое желание воевать. Так заложено. То есть я не ожидаю, я встречаюсь, когда я встречаюсь с человеком, я ожидаю к нему лично конкретно того человека, с которым встретился. У меня презумпция невиновности. Я к нему отношусь хорошо сразу же. Потому что я не вижу причин относиться к нему плохо. Если ты ожидаешь от человечества, я не ожидаю ничего хорошего. Но это разные вещи. От конкретного человека, с которым я встречаюсь, разумеется, я к нему изначально отношусь хорошо. То есть есть люди, которые изначально относятся плохо, а потом радуются, что все оказалось хорошо. Есть люди, которые относятся изначально хорошо, а потом расстраиваются, что все стало плохо. Вот я отношусь ко второму. А вот чего я жду от людей, я жду от людей от того, что они услышат этого своего внутреннего ребенка. Он им все подскажет. Но люди не могут научиться, потому что они вот как-то... Знаете, у вас сегодня потрясающие люди. Не первый раз я как-то общаюсь, оказываюсь один на один. И сегодня какой-то очень удивительный разговор получился. В общем, я ничего не ожидал. Вот как-то ждет, я ничего не ожидал, что так оно пойдет и что так оно пройдет. И будут такие вопросы, такие реакции, такие ответы. Так что вот видите, дал хороший. Это реакция на тебя, а люди у нас замечательные. Да, это правда. Вы там как-то так штучно подобрались, ребята. Так оно и есть, на самом деле так и есть. И я задам последний вопрос, хотя у меня их еще много есть. Но вот такой вопрос, очень осознанный от моего сына, когда он был маленьким. Вопрос такой, почему все боятся умирать, и никто не боится рождаться? Моему сыну сейчас 48 лет. Ну, про рождаться никто не спрашивает. Как Орлуша сказал, вот если бы папа воспользовался презервативом, было бы хуже. А вот по поводу смерти вопрос есть. Вопрос у меня точно такой же есть. Вопрос очень... Это не странно. Именно вопрос о рождении, по-моему, ребенок сказал, почему все боятся умирать. Это понятно. Почему никто не боится рождаться? Ну, мне надо на него отвечать где-то час. Давай. Нет, я не буду. Честно, я не буду. Я сейчас попытаюсь покороче. Понимаете, это просто надо рассматривать, смотря в какую модель, в какую дефиницию ты берешь, какую модель мира ты берешь, что для тебя... Нет, мы же все придумываем для себя модель существования в этом мире. Человек, который говорит, что я атеист, это тоже модель. Человек, который говорит, есть бог, это модель. Человек, который говорит, есть человек, есть люди, которые умеют меня, это тоже модель. То есть мы живем, как мы используем. Ну, иначе невозможно. Иначе не определишься. Я не помню, кто-то ответил, но из всех вопросов, мне ближе всего очень, по-моему, это Юля ответила, мне ближе всего этот вопрос про совершенствование, потому что я считаю, что человеческая жизнь, мы все оказались в школе. Мы приходим сюда с какими-то определенными домашними заданиями, которые называются в русском языке таланты. Это не библейская, естественно, вот эти притчи о талантах, вот реально с этими своими домашними заданиями, которые называются таланты. Задача человека, не задача, а задача не очень хорошая, но домашнее задание – это реализация этих своих талантов. И поэтому, почему не бояться рождать, потому что вот когда… Рождаться. Рождаться, да, потому что человек, когда идет, приходит, идет в школу ребенок, у него открывается новый мир, у него это вот открытие, он заходит в этот новый мир. Если так отвечать, если в такой модели, ты приходишь в этот мир, когда дети идут в школу, помните, во второй класс уже идут значительно хуже. А в первый все хотят, там, портфельчики, что-то новое, вот это что-то интересное, вот это открывается. Понимаете? Потом это ощущение очень часто у нас появляется в жизни, оно вот появляется, когда ты садишься в самолет, например. Вроде как-то вот… Вроде казалось бы, но вот этот момент… Ну, если ты, естественно, не камережир и каждый день не летаешь. У тебя вот есть вот этот вот момент открытия чего-то нового, да. И поэтому рождаться не бояться, потому что они вот… Если мы опять же возьмем вот такую модель, что-то человек приходит в этот класс. А умирать бояться, потому что это понятно, потому что если бы человек не боялся… Это правило игры. Потому что если бы человек… Невозможно жить в мире, в котором люди не будут бояться смерти. Потому что это основной инстинкт. И если ты его убираешь, то все разрушится сразу просто. Поэтому так. Мне бы очень хотелось с тобой засесть где-то не в кафе-мороженице, а где-то с большой бутылкой и послушать длинный ответ. Но это будет страшно. Ну, это знаешь, я, может, заеду. У меня как-то была бы тут дальше появилась мысль оказаться в Америке, так что, может быть, и в Америке. Может, так как вы все говорите. Ждем, подбешим. Слушай, ты вывернул мне душу интервью с Рубеном Дэвидом Ганзаэсом. Это достаточно старое интервью, и их было три. А последнее? Да. Оно было опубликовано просто. Оно было опубликовано. И там просто там было, у меня попросили у него тут выступление. А кто знает вообще, о каком идет речь? Рубен Гальек. Никто не знает. Практически не знает. Никто не знает. Я уже спрашиваю. Друзья мои, это будет мой следующий гость. Я дерну за все веревочки, которые... А не надо какие-то веревочки. Я тебе позвоню. Ну, человек и твое отношение к нему визуально, как вы вели... Оба вели эти интервью, и он тебе тоже задавал вопросы. То есть это был невероятный тандем. И он сказал несколько фраз, которые настолько сейчас актуальны. По-моему, такое мог сказать только Рубен. Никому другому не позволено такое сказать. Так вот, у него есть глава, я еврей. Правильно? У него есть глава, да. При этом он совершенно не еврей, но он приехал в Израиль. И он сказал, что Израиль сделал из него еврей. С другой стороны, ты сделал заявление сегодня, что мир делится на евреев, которые знают об этом и еще об этом не знают. Так вот, я хочу знать... Люди, которые знают, что евреи, то еще не знают об этом, да. Я хочу знать, мне интересно все-таки, а как Израиль делает из людей евреи? Потому что это на самом деле так. Я только хочу понять, как. Вот Рубен. Понимаешь, Рубен это вообще совершенно уникальная личность. Я должен все-таки пару слов сказать про него. Потому что вот мы говорим, вы не знаете, о ком идет речь. Удивительный человек Рубен Гальего. Автор пронзительнейшей книги под названием «Белое на черном». У него есть три книги. Есть «Белое на черном». Да, шахматы. И прочитать надо как минимум две. «Белое на черном» и я сижу на берегу. И то и другое после того, как ты читаешь, жизнь меняется. Человек, который родился... Он родился... Его мама Аврора... Ладно, не буду. Все, хорошо. Ладно, не буду говорить. В общем, короче говоря, это человек, у которого двигается один палец. Вот все. Это все, что... И это... Он всю жизнь провел в коляске от начала до конца. И у него... Знаете, вот я сейчас скажу тебе одну вещь, которую еще не рассказывал про Рубена. Недалеко пару недель назад мы с... У меня друг, мой друг, Женя Финкель. Есть такой сайт news.ru.io.il. Может быть, вы его читаете, новостной сайт. То есть, он его создатель, главный редактор. Много лет. И мы раз два-три месяца ездим к Рубену. Берем с собой бутылку-две вина. Женя, гад, едет на мне. Поэтому я в основном не пью. Пьют они в основном с Рубеном. И ездим к Рубену. Для меня каждый раз эта повестка, это вот... Это что-то меняет в жизни. И в этот раз Рубен сказал... Он сказал совершенно про другую фразу. Но поскольку он как-то в его ауре про другое говорил... И я вдруг понял одну очень важную мысль. Сейчас здесь мы сидим все люди. В общем, как бы плюс-минус уже явно не дети. И он что-то говорил. И говорил, вот, лампочка потускнела. И вдруг я понял очень простую вещь. Проявился у меня образ. Это Рубен вам не запустил. Я не буду сейчас рассказывать про Рубена. Я не буду спойлерить Рубена. Рубена, приглашай. Это да, надо. Это да, обязательно надо. Я всех заклинаю. Приходите в два раза больше. Зовите всех. Не пожалеете. Это будет очень важный для вас разговор в жизни. И вообще он очень много чего изменит вам в жизни. Может изменить. Но он иногда запускает какие-то процессы. Потом у меня начинает процесс крутиться в голове. И потом совершенно родился из этого совершенно другой образ. Просто, ну, это общение с вами. Я не знаю почему. Образ очень простой. Что когда ребенок рождается, знаете, у него лампочка, его внутренняя лампочка, она работает. Она молоденькая, свеженькая. Вот как телефон. Работает. Все замечательно. Светится. Все светит вокруг. Потом постепенно, чем дальше мы живем, лампочка такого любопытства к жизни. Вот это вот. И лампочка любопытства. Потом чем дальше мы живем, тем лампочка начинает светиться все меньше и меньше. Ее надо периодически подзаряжать. И потом уже когда вот, так сказать, ты уже явно перевалил за вторую половину жизни, лампочка требует постоянной зарядки. И если ты ее не подзаряжаешь, то есть большое количество людей, которые лампочку не подзаряжают. Вроде они есть, а уже не интересно. И вот это любопытство к жизни, этот интерес, это в себе надо... В детстве оно автоматом дано. А потом его уже в себе надо как-то культивировать разными способами. Вот то, что говорил Юс, с чего мы сегодня начали. О чем ты думаешь? Я думаю о жизни. Мне интересно все. Вот сейчас здесь она может отключилась, может нет. Слушает моя мама. Вот ей интересно все. Она со мной, у меня постоянно... Ей интересно знать, как работает мама 37-го года. Я уже, видите, человек седой, соответственно, мама немного постарше. Ей постоянно интересно. Она со мной ругается, почему я ей не объясняю, как в Фейсбуке что-то поставить, как что-то запустить. Ей безумно интересно, и постоянно интересно что-то знать. И вот я всех нас, вас, нас, себя, вас всех заклинаю. Пожалуйста, тренируйте в себе вот эту лампочку детского любопытства. Открывайте в себе этого... Открывайте в себе этого ребенка внутри. А как только откройте, он сам себе там лампочки начнет какие-то искать. Ну, это очень важно. Потому что в противном случае, ну, дальше можно найти. Можно... Вот Юз очень интересная, опять же, была фраза у него там. Я когда его спросил, там кусочек вошел из этого фильма. Есть интервью с ним, естественно. Все эти интервью вы можете найти на интернете. Детский-недетский вопрос. Там море и все. И я его спросил... А я в пузе интервью Ира. Я говорю, Юз, а что бы вы хотели еще вот в жизни успеть сделать? Я вот так приободрился. А он такой... Видели? Он... Кстати, он практически меня не видел. Он практически слепой был. А ощущение такое, что полностью меня видел. Он в жизни... Он по жизни был оператором и режиссером. Документалистом. Я говорю, а что вы хотели еще сделать в жизни? Говорит, я бы хотел прочитать еще лекцию искусства доживания. А я такой... Юз, и как это будет выглядеть? А он так вот приободрился. И вот там кусочек вошел. Я выйду на сцену, подойду... Выйду на сцену, на середину и скажу, господа, через шесть месяцев мне стукнет сто лет. Я говорю, ну, в принципе, на этом можно дальше как бы и заканчивать. И это было очень... Он, к сожалению, он умер через три месяца после этого нашего разговора. Так вот возьмем спокойствие с улыбкой ушел. Поразительный человек. И вот этот его щенячий такой интерес в жизни в 99 лет. И вот это вот умение зажигать себе лампочку. Вот этот караван, который он лингтоновский. Я всех нас призываю, друзья мои. Тут нечего, как бы, как вечно говорят, понты кидать. Мы все люди не молодые, но вот это вот любопытство в себе тренируется. Дима, ты, ну, во-первых, ты необыкновенный человек, именно вот такой, с этой безумно яркой лампочкой. Во-вторых, этот клуб, вот это то, что мы делаем каждый четверг. А у меня где-то есть какой-то внутренний радар, и меня просто затянет к таким людям. По-моему, всех нас тянет к таким людям. Поэтому, собственно, я с тобой и задружилась. Ты сейчас невольно коснулся, невольно коснулся, не зная, ты не мог этого знать. Среди нас сидит Владимир Аронович Промкин. Владимир Аронович самый зрелый человек в нашей группе. Это легендарный совершенно человек. Владимир Аронович, скажите пару слов, что вы меня слышите. Владимир Аронович, я знаю, у вас микрофон включен. Да, вы меня слышите. Я слышу. Владимир Аронович – это тот самый человек, который вывел за руку на сцену большинство из наших любимых бартов, который создал жанр, музыкальный жанр, авторской песни. Владимир Аронович у нас в клубе каждый четверг. Владимир Аронович, по-моему, 29 года рождения. Вот Владимир Аронович является вот такой вот лампочкой. Вот что я хочу тебе сказать. Я понимаю, Юза, но у нас вот сидит Владимир Аронович, поэтому я тебя очень прошу, Дима, продли еще на пару минут. Задай Владимир Аронович, каких хочешь вопросов. Владимир Аронович, я умоляю вас, послушайте вопросы и ответьте на эти вопросы. Я могу вначале свой вопрос задать, Дима. Пожалуйста. Вот что-то мне подсказывает, что фамилия Фрункин, оно не просто так. Да. Задавайте, конечно. Потом я задам. Если у меня это будет… Вот ты меня просто изо рта вырвала. Хотел бы заходить в нашу встречу с Владимиром Ароновичем. Да. Скажите, я с вами. Гарри, Игорь Буберман когда-нибудь беседовал с вами. Два раза. Игорь Губерман беседовал два раза, но я очень часто был. Игорь Губерман, Юлий Ким. Он участвовал в вашей передаче, да? Да. И самое интересное, что он вообще не шутил. Одна была лет 10 лет, другая вот несколько лет назад, вот прямо здесь, вот в этой студии. Есть эти передачи. Игорь Миронович вообще не шутил. Был абсолютно предельно серьезен. И в других фильмах я обязательно пришлю вам ссылку потом на все эти плейлисты, посмотрите. Там много разных людей. И, разумеется, можете найти какое-то интервью. Игорь Миронович совершенно потрясающий человек. Игорь Миронович у меня помимо этого, у меня был еще мы с ним, мы делали у меня однажды, но это совершенно другая история. Я сделал фото перевод экклезиаста. И там была глава, одна из глав, которая Игорь Миронович очень изящно дискутировал с экклезиастом. Да, конечно, я его хорошо знаю. Спасибо. Увидите, передайте привет, хорошо? Обязательно. А теперь я могу позадавать вам вопросов? Да. На один я готов ответить уже на самый первый. Да. Японский вопрос. А когда заговорил Миша Браиловский, обнаружилось, что мы с ним синхронно подумали об одном и том же слове. Свобода. А что вы вкладываете в это слово? Что я вкладываю? Я вкладываю возможность распоряжаться самим собой. Право. Говорил Достоевский. Однажды, видимо, так употребляли это слово в середине 19 века. Они пришли меня руководить. То есть реализация метафоры. Меня руководить. Я не хочу, чтобы меня тащили, вели куда-то. Я хочу сам. Понимаете? Это свобода. Можно я задам еще несколько вопросов? Это будет не два. Да. Есть такие программные вопросы передачи, которые я задаю достаточно часто. Вопрос, который сейчас очень, мне кажется, важным. И я повторяю с передачи в передачу. И мне кажется, очень необходимо, чтобы он звучал. Вопрос 12-летнего мальчика. Что это значит простить? Да. Это подвиг. Нравственный подвиг. Потому что далеко не всем дано. Простить. Тут еще, конечно, важна степень обиды, которую ты должен прощать. Достаточно? Потрясающий ответ. Я вам задам еще несколько вопросов, извините. Девять лет мальчик. Что такое подлость? Подлость – это поступок человека, забывшего… О совести. О совести вопрос вы задавали раньше. А я бы ответил, если хотите, и на этот вопрос. Да, конечно. Это врожденное чувство стыда за нравственное преступление. Может быть, слишком сильное слово. Но у меня это связано с чувством стыда. И подлость – это забвение, ликвидация чувства стыда. И потом, если пробуждается совесть, ты начинаешь мучиться. Вопрос 14-летнего мальчика. Какое самое важное качество человека? Как можно дольше сохранять в себе человека? Homo sapiens. Что такое сохранять человека? Что такое человек, которого надо сохранять? Дима, вы сами прекрасно это знаете. Хорошо. Можно я еще парочку вопросов задам, а потом будет финальный вопрос передачи. Как обычно у меня всегда есть финальный вопрос передачи. был неожиданный поворот событий. Еще один вопрос. Я его задаю достаточно часто. Мне не очень… Потом приходится пояснять, поэтому я сразу же поясню. 13 лет и 10 месяцев мальчик. Что такое успех в жизни? Не имеется в виду успех, вот сегодня там достиг успех, а вот в сухом остатке… Как вы сказали, вы меня поняли, да? Успех в жизни – это степень реализации того, что в тебе заложено. То, что дано природой и удалось воплотить в твоих поступках, в твоей профессии, в общении с людьми – это и есть. Шкала успеха, степень жизненного успеха, на мой взгляд. То есть здесь мы с вами совпадаем с конфигурацией таланта, да? Да. Отлично. Можно я еще предпоследний и последний вопрос задам в этом нашем сегодняшнем разговоре? Дальше будет еще один. Будет предпоследний, предпоследний вопрос. Девятилетний мальчик спросил. «Если бы у каждого была стекляшка, и она чернела бы с каждой солганной фразой, то насколько черной была бы она у вас?» Владимир Иванович. И добавил «Осуждать не будем, так что можно не врать». Какая бы у вас была стекляшка? Да. Мальчик армянский, поэтому такая фраза, такое слово солганное мне очень нравится здесь. Да, да, да. Вопрос слишком сложен для однозначного ответа. Я объясняю почему. Я не считаю, что говорить неправду – это однозначный грех. Потому что иногда надо обходить в общении с людьми в определенных конкретных ситуациях острые, опасные углы, щадя этих людей. И понимаю, что прямая правда может их травмировать и надолго. Поэтому я бы сказал, что моя стекляшка черна наполовину. Ну, честно. Рад знакомству с вами, Дима. Подождите, у меня сейчас еще не закончится. Я сказал, у меня таки еще есть два вопроса для вас. И задавайте. Да, все задаю, и на этом все. Вопрос первый. Шесть лет мальчик. Купим волшебную палочку. У вас в руках трехзарядная волшебная палочка. Вы можете исполнить три желания. Раз, два, три. Три желания, да? Три. С еврейской щедростью. Три. Пожелать то, что потом остаться можно было. Не-не, там есть на эту тему, а не темы. Ну, нет. Ну, вот у вас три уже. Ну, вот представьте. Вот волшебная палочка. Вот она. Вот. Это отвертка, но неважно. Любая отвертка мечтает стать волшебной палочкой. Речь идет о моей собственной жизни или… Неважно, у вас в руках. Вот представьте себе. Ну, вот неважно, у вас в руках волшебная палочка. Вы можете взмахнуть на своей жизни туда-сюда. Что хотите. У вас волшебная палочка. Вы Гарри Поттер. Один взмах поражения агрессора, идущий сейчас в войне. Как можно скорее. Потому что гибнут люди ежечасно и ежедневно. Второе – это благополучие Израиля. исчезновение врагов, которых невозможно ни в чем убедить и ни в чем смягчить и переделать. И третье – чтобы сохранился и продолжал свое развитие мир западной цивилизации. Все. И последний вопрос. Вопрос короткий, и ответ будет ограниченный даже по времени. У вас, того же армянского мальчика Даниэля Азаряна, девятилетнего, у вас одна минута, во время нее вас слышит весь мир. Что вы скажете? Представьте себе, что это мы так не абстракция, а вот конкретная, что у нас сейчас здесь не 50 человек, а вот на весь мир идут. Везде вдруг во всех телевизорах вырубилось все. И идет вот это вы там на экране. Во всех там ютубах, шмутубах, тиктоках, шмиктоках, везде. И у вас есть одна минута, и вы можете сказать за эту минуту все, что вы хотите этому миру. Что вы скажете? А можно спеть песню? Да. Да. С гитарой в руках. Да. Спасибо. Я бы, наверное, спел песню либо Галичи, либо Акуджавы. Галичи или Акуджавы? У вас одна минута. У Акуджавы больше миниатюр и больше такого примеряющего добра Акуджавы. Какую? Ах ты, шарик голубой, грустная планета. Что мы делаем с тобой? Для чего все это? Все мы топчемся в крови, А ведь мы могли бы Реки, полные любви, По тебе текли бы. Знаете, это, наверное, одно из самых сильных завершений, которые когда-либо происходили в передаче «Детский вопрос». Слушай, я вам очень благодарен за эти ответы Владимира Ивановича. Благодарите Эверину, что она меня растормошила. Дима, я очень тебя попрошу, проведи отдельное интервью с Владимиром Ивановичем. Да, с удовольствием, Владимир Иванович. Вам как? Вам, правда, придется отвечать и на те же вопросы, которые просто звучали здесь. Но, знаете, это совершенно не страшно, потому что, как сказал тут давече, у меня был Дим Зиццер сказал, я говорю, Дим, у тебя будут вопросы повторяться. Говорит, а какая разница, я все равно не помню. Витя Шандерович говорит, а какая разница, я все равно не помню. Я приеду, буду рядом с вами сидеть. Да, давайте, с удовольствием, давайте сделаем, конечно, мы с вами запишем этот разговор. То есть, вот, я сейчас, правда, у меня тут сейчас будет какая-то суета, но вот ближайшая, я либо до того, как я в Тбилиси отвинчу, либо после того. Спасибо большое за этот разговор. Елена, спасибо вообще за эту... Спасибо огромное. Можно еще, да? Да, конечно, конечно. Вы ленинградец. Да. Я, правда, родился в Брянске, но с 1947 года жил в Ленинграде и в 60-е годы прожил на Бостковом переулке 6, в то время как правитель нынешней России жил на Бостковом 12. Чтобы ты его не избил, надо было его избить. А что касается нашей возможной беседы, может быть, Эвелина пошлет вам... Все, пошли. Может быть, песенку включите, где я пою с дочкой? Обязательно. А Гуджаву. Это мы обязательно. У меня же передачи очень простые. У нас передачи я всегда монтирую. Я никогда не записываю, так что у нас будет совершенно спокойствие. Можно добавить, убавить что-то, сложить. Мы обязательно это сделаем. Мы договоримся сейчас с Эвелиной. И знаете, я еще раз хочу, Эвелина, огромное тебе спасибо. Вот честно, ей-богу. Я совершенно не жалею, что я напросилась на свиданку с тобой. Абсолютно. Я тоже не жалею, что посреди ночи мы с тобой встретились на той самой стоянке, потому что получилось что-то очень правильное. И мы, знаете, мы что-то правильное отправили в мир этим нашим разговором. И кому-то что-то дает, куда-то унесет, куда-то занесет. Кто-то потом посреди ночи проснется, кто-то потом скажет, блин, я же, вот как, чего же я не ответил? У меня тоже так бывает все нормально и с задним числом. И это правильно. Спасибо всем вам, кто отвечали сегодня за эти замечательные вопросы. Еще раз, если у вас внуки, там, дети, ну, дети-то уже вряд ли внуки что-то нарожают такого интересного, вот шлите просто вот, не фильтруя базара ничего, вот шлите все. Я вам все что угодно и, я надеюсь, еще до каких-то новых встреч. Ребенку 6 лет, и он спрашивает у мамы, бабушка знает, что она умерла? Вот это вопрос ребенка. На этой оптимистической ноте. Вот такой был вопрос ребенка. Вопрос потрясающий, знаете, сегодня прозвучало очень много вопросов, потом мы их соберем все до кучи. Евелина, ты мне пришли вот сюда кучи? Обязательно. Список у меня реально пополнился в этот раз. Дорогие друзья, спасибо вам. Спокойной ночи, тебе огромное спасибо Эмира и не прощаюсь совершенно. Все, счастливо! Давай! Всего доброго! Всего доброго! До свидания! Спасибо! 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 Спасибо огромное! Продолжение следует...